всем привет youtube привет уже народ пишет то делал капот или нет вот ответ на вопрос вот она вторая часть как бы по капоту вот я как уже говорил когда такую отраженку ловишь на капоте сейчас покажу еще раз подробнее она очень хорошо показывает как бы дефектуя вот так во всех этих плоскостях и раз идет дефектовка маломальские делают не доделано такой отраженки очень хорошо видны все дефекты вот я собственно не стремился сразу очень быстро и красиво сделать поскольку тут есть как в любом другом деле как люди знают анекдот есть нюансы вот дабы этих нюансов было меньше не вредное влияние этих нюансов свести к минимуму во первых тут есть вот они вмятины которым я ни разу не добрался вообще то есть я их не делал почему по той простой причине что к этим вмятинам нету доступа прямого то есть я сейчас работал таким образом все что тут было но процентов десять наверно на капоте было вмятин которые были в открытом доступе остальное как вы сами уже наверное догадались все вмятинки остальные под усилителями коих здесь большое количество то есть несмотря на то что капот не маленький вот площади так сказать свободного пространства где можно поставить подвес и обыкновенным крючочком поковыряться там пару насадок одеть одну тупую другую острую и поковырять капот тут таких было вмятин может штук 10 12 не больше все остальное под усилителями ну и как всегда я так в таких случаях делаю я иду по пути наименьшего сопротивления то есть то что делается без особых затруднений то что имеется в легком доступе я делаю потом я уже начинаю так сказать работать в технологические отверстия которые есть вот такими вот крючочками всякими загибаю выгибаю их тут но не один раз это видно было вот кое-где иногда бывает можно подлезть вот такими вот инструментами ну в данном случае это не об этом капоте ну еще раз повторю что металл здесь не подарок поэтому пришлось вот работал сначала в открытом доступе потом попробовал клеем некоторые вмятины пошли некоторые нет тут уже как говорится зависит от степени их вредности потом поработал крючками подгинал выгинал но в родные технологические отверстия которые есть ну и теперь третий этап вот я дефектовал вот с этого угла светил вот она лампочка есть да можно и этой собственно тоже видно сейчас отключу видим мы отраженку вот и здесь собственно все видно если взять увеличить кое-где немножко недоделанные так называемые блики остались вот я вожу практически линия не преломляется но я либо так либо так под каким-то углом видно что-то там меня насторожило и я взял обвел что это надо пройтись проделать просмотреть и буду вот как бы все эти вещи то же самое так автофокус не вредники все вот эти вещи надо пройти вот это вмятина который такими отметками я туда не добрался ничем то есть у меня нет такого инструмента лишний раз так сказать будет вариант что-нибудь на такие вмятины какой-то крючочек сочинить вот подумать и сочинить либо сделать отверстие либо там еще что-то либо подрезать шовную мастику бывает иногда в том самом месте допустим вот такой небольшой ты чочек здесь вот именно вот в этом месте шовная мастика лежит и она лежит хорошо а тут она жесткая не мягкая есть на некоторых машина где можно крючком залази я эта мастика убирается очень легко и просто и без всяких проблем как говорится инструмент проходит туда куда надо но это не везде в данном случае здесь такого варианта у меня нету вот так что капот ремонтируется вмятин тут уже в лучшем случае половина осталось вот это может быть и меньше вот но но еще надо поработать потому что делайте хорошо плохо сама получится все эту древнегреческую пословицу знают и поэтому вот так короче такие дела сейчас буду думать что где засверлиться куда и каким инструментом зайти либо какой-то инструментик продолжаем вот уже большую часть так сказать я прошел осталось вот здесь так сказать но это не значит что прошел прям в идеал вот на связи показываю где мелочевочка осталось которую надо будет остренькими такими крючочками доделать именно крючочками не клеем клей тут говорится горе не поможет вот это грязь это грязь ну короче тут еще надо подправить вот опять же это здесь и блик сейчас видел надо немножко немножко будет только что видел но где-то вот этой части так немножко есть ну тем не менее дела двигаются вот и всего лишь навсего в одном месте я засверлился чтобы вот здесь вот в три места поделать вот одну дыручку пришлось сделать по качеству дальше я подозреваю будет больше вот дырусик но тем не менее на капот если так присмотреться он уже как бы меньше изобилует такими рытвинами уже он похож как говорится на человека но тем не менее это еще не говорит о том что надо успокоиться и сказать что все готово на нем еще дефекты есть они не могут не есть 10 на краю элемента тоже парочку я нашел ну а так в общем то конечно уже для обывателя можно сказать что уже как бы сдвиги есть ну что особо снимать тут нечего работа рутинная так сказать бери доделай вот еще опять же повторюсь вот в этой части вот в этой части капота еще я сюда пока что не добрался ну вот сейчас буду думать как лучше сюда так сказать зайти чтобы поправить эти дефекты опять же вот такими метками отмеченные которые вот я сюда еще ни разу так сказать не подлазил не шевелил не толкал эти вмятины они так сказать собственно вот это части осталось еще можно сказать нетронутой потому что ну сейчас я попытаюсь снизу снять вот такой вроде красивый на самом деле вот здесь под усилителем вот таких несколько небольших окошек вот практически они и как мы видим особо на тех местах где есть окошки там и вмятин то по сути дела не было вот одна видна вот пошорканная да вот она что я и занимался остальные окошки как мы видим чистые вот почему-то все вмятины решили пособираться в тех местах по закону физики где их тяжелее до не добираться ну ничего когда-то все начинается и когда-то приходит финиш поэтому я думаю что все будет нормально вот потихоньку потихонечку капот этот отремонтируется от реставрируется и будет все нормально а